So, what is happiness for you? Сделано для домашнего выращивания, в домашних условиях, на небольших блоках по 2,5 килограмма. Можно видеть очень красивые грибочки. Вот в таком количестве они вырастают на этих блоках. Сейчас мы будем проводить сбор урожая. И было бы показательным взвесить, сколько мы соберем урожая. Здесь вот 4 блока. Это первая волна плодоношения. Вот приблизительно для того, чтобы определить размер шапочек. Они уже довольно-таки зрелые. Видим, что здесь шапочка приблизительно 8 сантиметров где-то в диаметре. Абсолютно они уже созрели для сбора урожая. И сейчас вместе с вами мы будем это делать. Здесь шапочки немного большего размера. Вот здесь видно 11 сантиметров в диаметре. Такая форма и такой размер шапочек идеально подходят для приготовления лучшего из блюд, которые можно приготовить из вешенки. Это такие вегетарианские отбивные. Когда шапочка просто обмакивается в кляр из битого яйца и обжаривается с двух сторон. Это блюдо можно приготовить приблизительно за 5 минут. И по вкусу таким образом приготовленная вешенка напоминает куриное мясо. Человек, который первый раз будет пробовать такие отбивные, он все-таки будет думать, что они приготовлены из куриного мяса. На самом деле, эти отбивные готовятся из грибов вешенки. Вот так она выглядит. Сейчас мы будем делать сбор урожая и проведем взвешивание вот этого урожая из 4 блоков. Итак, теперь, что говорится в режиме онлайн, делаем сбор урожая. Еще раз повторю, что это первая волна плодоношения. Еще будет вторая и третья и четвертая. Сейчас я планирую сделать, но это мы не будем. Сейчас я сделаю еще одну публикацию относительно выращивания вешенки на улице, на отработанных блоках. Сейчас, когда в осенний период, когда пошли дожди, просто колоссальный урожай на блоках, которым уже приблизительно скоро будет год. Сейчас можно собирать прекрасный урожай вешенки обыкновенной. В принципе, все составляющие или все части гриба съедобны. Но так как эти грибочки мы будем отвозить одним постоянным клиентам, мы эти вещи будем выбрасывать. Так, сейчас у нас случилось вот такое явление. Не знаю, попало ли в кадр. Да, попало. Вот здесь вешенка проросла в ящичек. Мы ее вот так вот будем оттуда извлекать. Вот таким вот образом. Она была поставлена в маленькие приморди, когда были. Они проросли внутрь. Так, мы это удаляем. Это в сторону. И еще остался один вот такой блок. Он уже сам отваливается. Сейчас эти блоки, которые, с которых мы собрали вот этот урожай, вот. Сейчас им предстоит уже вторая жизнь. Эти блоки вот здесь можно посмотреть, увидеть. Вот здесь мицели, которые, приморди, которые образовывались, но это такие вот абортыши, которым в результате того, что выросли здесь вот грибы, все остальные, они не погибли, они просто не выросли. Это называется абортировались. Итак, вот у нас получился вот такой, скажем так, скромный урожай. Вот на этом подносе. Так, сейчас мы посмотрим, сколько у нас в результате, ну не у нас, у меня, сколько у нас в результате получилось урожая. Итак, видим, что здесь 2 килограмма 230 граммов. Так, 2 килограмма 230 граммов. Вот. Вот такой у нас получился урожай. Еще раз продемонстрируем это явление. Желаю всем следить за публикациями канала. Это первый тематический видеоблог, который содержит только видеоматериалы о выращивании грибов. Следите за каналом, следите за другими публикациями. И пока все остальные будут выращивать вазоны, мы с вами будем успешно выращивать грибы. Желаю всем всего самого лучшего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok